Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, следим за событиями, которые сейчас развиваются на финансовых площадках, делаем по возможности правильные выводы и, соответственно, пытаемся спрогнозировать дальнейшее поведение спикулятивных инструментов. Напоминаю, друзья, то, что, может быть, сам фундаментальный фон по содержанию экономического календаря сейчас не очень-то пестрит событиями, но в то же время мы работаем с новогодней, рождественской неделей. Это неделя, которая, соответственно, характеризуется низкой ликвидностью, а значит и большим интересом к событиям, которые ранее, возможно, вызывали меньший резонанс поведение активных. То есть, чем более низкая ликвидность на площадках, тем более, в целом, рынок нервозен. Подводя итоги вчерашнего торгового дня, мы, в целом, можем сказать то, что немногие инструменты ходили активно. В частности, классические бенчмарки рынка Форекс, евро, фунт. Эти активы закончили завершение день практически на тех же самых уровнях, на которых мы с вами и начинали, в принципе, торговую сессию. Вот евро, доллар. Я традиционно выписывал ориентиры, уровни и текущие значения. Как были на отметке 1.1860, собственно, там сейчас и продолжаем находиться. Американская валюта против иены тоже. Каких-либо серьезных изменений не произошло. 113.26 фунта приклеился сейчас к отметке 1.3370. Ну, вот самые интересные движения, которые мы вчера наблюдали, касались нефтянки. А, соответственно, друзья, если у нас пришло движение нефти, значит, мы можем тут же поглядывать на то, что случилось и могло произойти, а в итоге и произошло с инструментами, которые зависят от стоимости на углеводоробе. Это классические сырьевые валютные активы, австралиец, можно сюда отчасти внести, новозеландский доллар, канадский доллар и, собственно, рубль. Именно эти инструменты вчера не то чтобы повторили результаты нефти, но показали примерно схожее значение по волатильности. В целом, если говорить про рынок нефти, я думаю, друзья, то, что вы, тем более уже под конец года, уж точно определили для себя, как вы будете действовать дальше, потому что на протяжении всего 2017 года и раньше мы стараемся оценивать объективно, максимально беспристрастно, непредвзято тот фундамент, который складывается. Я делюсь с вами еще и своей точкой зрения, видением. Мы анализируем спрос и предложения, поскольку понимаем, что для сырьевого аналитического рынка, ну, вот эти экономические категории, они являются вездесущими, неизвечными поднятиями. Поэтому, если мы разберемся с тем, что будет с первой и второй категории, будем знать, что произойдет в целом с нефтянкой. Для спекуляций нас интересуют, как всегда, бренды WTI. Возможно, вы отдаете предпочтение какому-то одному из этих инструментов. Может быть, используете даже преимущество торговли в разнице, небольшое ценообразование. Может быть, даже кто-то дорос до самого настоящего и полномасштабного арбитража. Уверен в том, что есть и такие трейдеры. Нас интересует, что будет с нефтью дальше. Оценивая текущую ситуацию и уже ориентироваясь на клость вчерашнего дня, 66,19, это максимум, друзья, с апреля 2015 года, рот вчера был больше полутора долларов. То есть, можно говорить о нескольких процентах от существенной восходящей динамики. И сейчас, после такого стремительного ралли, все начинают верить в то, что нефтянка будет расти дальше. Если абстрагироваться от фундамента, я, возможно, разделил бы такую позицию. Сказал, что на фоне совершенно очевидного развития восходящего тренда очень глупо пытаться его остановить. Тем более, что тренд набирает обороты буквально с каждой торговой сессии. Вчерашний день по росту. Вот, к сожалению, у меня не было времени посмотреть, когда мы наблюдали в последний раз такой стремительный, собственно, от тренда. Но думаю, то, что нужно даже постараться, чтобы найти действительно мощная восходящая свеча. И опять же, если это рынок сырьевых инструментов, мы понимаем, что просто так она на рынке появиться не могла. Значит, должен быть какой-то повод. Это был такой повод, друзья. Более-менее, котировки нефти держались на значениях, собственно, открытия торговой сессии. Однако, стремительное ралли произошло после того, как со ссылкой на Reuters на рынке пришли сообщения о подрыве нефтепровода в Ливии, через который транспортировалось около 100 тысяч баррелей в сутки. Это очень болезненная тема для нефтянки, потому что каждый раз, когда возникают риски для предложений поставок на глобальный рынок, обычно мы видим, как эти риски тут же транслируются, трансформируются в приток ликвидности средств в этот инструмент, и все это провоцирует то ралли, которое, в конечном счете, и наблюдается. Вчерашний повод, триггер роста – это самый настоящий форс-мажор, друзья. Но невозможно предвидеть, что такое может случиться. Единственное, что приходится в данном случае признавать, то, что это тот повод, который имел возможность повлиять на нефтянку, в конечном счете, повлиял. Помимо того, что у нас сейчас есть определенные проблемы с поставками из Ливии, до сих пор еще не налажена транспортировка нефти через Fortis System в Северном море, о котором мы с вами говорили днем ранее. Через этот трубопровод транспортируется гораздо больше нефти, около 500 тысяч баррелей в сутки. То есть в совокупности уже существенная сумма цифры по объему поставок получается. Если сослаться на комментарии оператора, который обслуживает вот эту техническую инфраструктуру, то последний комментарий, что пуск будет налажен не в конце декабря, как я настраивался и все-таки считал то, что сроки будут выдержаны в первых числах января. Поэтому, друзья, как бы сейчас не хотелось приобщиться к покупкам нефти, вы, безусловно, можете это сделать. Вы можете попытать удачу и, возможно, даже заработать на дальнейшем росте. Но все-таки я хочу, чтобы вы все прекрасно понимали, что рост, он уже затащил нефть в такое состояние перепупленности, которое, возможно, можно ассоциировать, опять же, с некоторым состоянием американского фондового рынка, когда мы понимаем, что любой фундамент, он может спровоцировать серьезные уже обратные раки. Есть ли у нас предпосылки, на основании которых можно будет рассчитывать на скорый разворот? Ну, конечно же, есть. Ну, во-первых, это то, что вот эти проблемы с инфраструктурой, они, конечно же, не вечны. Они будут разрешены вот по FortiSystems. У нас есть более-менее примерные даты. То есть нам нужно ждать не несколько недель, еще и уж не более не месяцев. Фактически считанные часы, когда небо снова пойдет по этому трубопроводу в Северном море. Соответственно, прошлое ралли, оно базировалось как раз на проблемах с этой инфраструктурой, и как только они будут решены, я думаю, что последует серьезная коррекция. Не забывайте, друзья, что мы продолжаем еще следить за объемами добычи в Штатах. Я уважаю сделку ОПЕК, которая предполагает сокращение объема добычи для цели ребалансировки глобального рынка. Да, это важная веха, опять же, в текущей ситуации на целом рынке углеводородов. Это действительно более-менее серьезные шаги, которые направлены на сокращение избыточного предложения и на попытку, скажем, ребалансировать рынок. Но у нас есть все-таки регионы, которые не участвуют в этом факте. Это довольно крутые по объемам добычи площадки, и, конечно же, я имею в виду США. Поэтому предлагаю лишь обращать внимание на то, что производство нефти в этом регионе существенно увеличивается. Примерно настолько же, насколько сокращается в рамках действий участников энергетического факта. Поэтому можно сказать то, что на рынке предложения по-прежнему достаточно. Спекулятивная лонговая позиция сейчас по оценке фьючерсных контрактов указывает на то, что мы наблюдаем за максимальной позицией на протяжении уже нескольких месяцев. И эта позиция нарастает, как снежный ком. Конечно же, должно быть какое-то логическое завершение и коррекция. Плюс ко всему, многие трейдеры обращают внимание на статистику по запасам нефти. Считаю то, что раз запасы, собственно, снижаются, то это явная причина, по которой нужно нефть покупать. Но я думаю, что здесь можно немножечко поглубже копнуть и понять причину, почему запасы снижаются. Мы видим серьезный спред в ценовых позициях бренда и WTI. И, конечно же, американский сорт, как я уже неоднократно подчеркивал, крайне приемлем и выгоден для покупок теми же самыми азиатскими партнерами, потребителями из, собственно, той же самой Поднебесной. Конечно же, пока нет настолько, является дешевым по сравнению с брендом, у американских производителей будет изначально конкурентное преимущество ценовое. Вот почему, собственно, запасы снижаются, потому что растут объемы поставок из Штатов. Штаты пользуются сейчас поддержкой все больше и больше новых партнерских связей. Они расширяют свою экспансию присутствия на рынке и, по сути, крадут. Но крадут это какое-то немного неправильное слово, которое подразумевает необходимость какого-то наказания. Нет, Штаты используют текущую реальность, конъюнитуру, не нарушая никаких обязательств и законов, чтобы увеличить поставки непосредственно из своего региона и попробовать на абсолютно законных условиях и основаниях заместить долю прочих производителей. Поэтому у нас есть все-таки старое доброе предположение о том, что Штаты сохранят этот тренд просто. У нас есть ориентиры в 10 миллионов баррелей в сутки. У нас есть понимание, что вот-вот возобновится работа Ford Systems и, скорее всего, очень быстро наладит инфраструктуру нефтепоставок через ливийский нефтепровод, потому что для Ливии это основная артерия, скажем, которая питает этот регион. Ну, иначе и быть не может. Поэтому, друзья, резюмируя все вышесказанное, я все-таки считаю то, что на рынке нефти, даже несмотря на текущий рост и восстановление, нужно все-таки готовиться к смене рыночных настроений. И эта смена в конечном счете должна привести к обратному коду и распродажам. Рубль, соответственно, будущее одним из сырьевых инструментов, которые реагируют на то, что происходит на рынке нефтянки. Это основной, собственно, стимул, триггер и основной барометр, скажем, для построения российского валютного рынка. По факту роста актировок нефти, разумеется, тоже в ЭПИЛС 5770 мы наблюдаем на текущем этапе. Соответственно, если наш сценарий все-таки будет реализован и распродажа последует в рамках текущей, ну или, по крайней мере, до конца этой недели, то российская валюта снова может приблизиться к 59-60. Это основной сценарий, друзья. Если это не случится в ближайшие дни, то есть до конца этой недели, то наверняка, уверен, без сомнения, мы столкнемся с распродажей и снова с покупками доллара против российского рубля в начале уже нового месяца и по совместительству еще нового года. Поэтому, в целом, картина не меняется. И также забыл, что в первых числах января у нас снова обновленная статистика прогноза, точнее, от Международного аналитического агентства и Администрации аналитической информации, которая, как и всегда, уверенна на руку продавца. Доллар, японская иена, более-менее были предприняты какие-то посылы к движениям, но все равно диапазон проторговки оказался довольно-таки сдержанным. Из событий вчерашнего дня, ну, пожалуй, единственное, что можно было отметить, это касательно доллара и японской иены, потому что вчера у нас очень, скажем, насыщенный был календарь, собственно, как и сегодня, статистика из Японии. Вчера мы подводили итоги последнего седания японского регулятора. Как и ожидалось, опять же, Банк Японии сохранил приверженность мягкой экономической политике и признал то, что, несмотря на присутствующий прогресс с ростом инфляции, все равно цель еще 2% далека. И до достижения цели, конечно же, Банк Японии не будет выходить из программы количественного смягчения на сумму 80 миллионов иен в год и не будет ничего корректировать в программах, которые касаются покупок и таргетирования показателей национальных облигаций. По инфляции 11 месяц подряд она постепенно, понемногу растет, но 0,9% текущее годовое значение, вы понимаете, больше, чем в два раза. Отстает от цели в 2%. Поэтому я считаю то, что позиция японского регулятора вполне оправдана. Это, соответственно, причина, по которой мы снова можем вернуться к идее контраста политик, ведь ФРС у нас отнюдь уже не приверженница каких-то инструментов смягчения режима, а напротив, продолжает ужесточать политику, повышая процентные ставки. Это, конечно же, аргумент очень абстрактный. Он больше подходит для долгосрочных инвесторов, но уверен, что изнаю среди вас есть такие. Доллар японская иена имеет очень хороший базис для роста уже к первого числа 2018 года. Почему? Потому что Трамп подпишет законопроект о налоговой реформе. Мы о нем говорили. Это сокращение ставки корпоративного налога со 35% до 21%. Это льготные и устраивающие всех режимы обложения прибыли корпоративного сектора, полученных за рубежом. Это то, что позволит компаниям обрасти большими показателями ликвидности. Считается то, что прибыли корпоративного сектора вырастут больше, чем на 10%. Компании будут повышать заработные платы, стимулировать активность потребителей. И тем самым реализуют заветную цель Трампа – удвоить показатели экономического роста. Хотя Трамп уже в плане динамики УП молодец, поскольку на текущем этапе, исходя из отчета прошлой пятницы, мы наблюдаем один из самых сильных показателей и квартальных ростов за множество последних лет. Поэтому, друзья, нужно все-таки уберечь в эту налоговую реформу. И даже несмотря на то, что она может увеличить дефицит, точнее повысить государственный долг США больше, чем на полтора триллиона долларов, все-таки здесь позитивны. И благо для корпоративного сектора положительные изменения, они тоже очевидны. Вот посмотрим в 2018 году, какой из этих фундаментов все-таки окажется сильнее. Я считаю то, что доллар нужно покупать, на каком бы уровне сейчас бы вы вошли в сделку, он будет комфортен, приемлемый, он непременно принесет вам доход, потому что при текущей котировке, как 113.26, будем реалистами, доллар еще не отыграл. Тот рост, который мог бы показать с учетом уже фактически очевидного зеленого света на пути реализации политических инициатив, в данном случае с налоговым таким подтекстом. Поскольку я сказал то, что основные движения у нас были по нефтянке, уже мы поговорили про рубль, соответственно, также можно коснуться еще пары USDCAT. Мы говорили про цены и уровень 1.27.16 в ходе вчерашнего брифинга, сейчас видим уже ниже на 30 пунктов пару, 1.26.87. Я прямо настоятельно рекомендую вам открыть в дневке, посмотреть то, что это мощнейший уровень поддержки, вот сейчас в диапазоне текущих 20-30 пунктов, и это уровень, который является, возможно, даже новогодним архитическим подарком для тех, кто хотел поторговать канадцам. Это хорошая возможность купить, друзья, поверьте. Эта сделка принесет профит, потому что распродажи вефти, они обязательно последуют, потому что даже нужно снизить этот градус и локал страстей, который касается колоссального спекулятивного вланга сейчас в этом инструменте, нужно разгрузить позицию, как говорят на рынке. Австралиец, вчера мы их упустили, и австралиец и новозеландцы, потому что у нас очень много времени ушло на другие активы, я в двух словах хочу отметить, друзья, то, что по австралийцу мы сейчас наблюдаем рост, я вчера рекомендовал вам рассмотреть покупки с уровня 0,7680, этот уровень по-прежнему актуален. Австралиец растет даже несмотря на последние протоколы, которые были исключительно мягкие. Резервный банк Австралии две недели назад подтвердил то, что искренне, опять же, рассчитывает и питает надежды на то, что курс австралийцы все-таки просядет, потому что совершенно очевидно, и сигналы, которые поступают из страны Резервного банка Австралии, указывают на то, что обменный курс высокий, он тормозит, собственно, затрудняет и расширяет во времени вот эти цели, достижения цели по инфляции, экономическому росту, восстановлению. Если правильно, собственно, интерпретировать эти комментарии, это значит то, что Резервный банк Австралии, так же, как и Резервный банк Новой Зеландии, пока не будет торопиться с аналогичными, к примеру, ФРСу, либо Банку Англии, либо Банку Канады решениями по ужесточению режима. Значит, политика будет оставаться мягкой, потому что мы видим, что текущая статистическая экономическая конъюнтура, она пока не дает таких уверенных сигналов в основании для роста показателя инфляции. То есть все крутится вокруг показателя инфляции, потому что инфляция, на мой взгляд, это самая важная категория экономическая, это, на мой взгляд, самый важный макроэкономический индикатор, даже важнее, чем экономический рост, потому что на основании инфляции мы можем судить об активности потребителей, мы можем судить о вкладе домохозяйства в динамику ПВП, да и в целом экономическом расширении. То, что Резервный банк Австралии по-прежнему, пусть к ней верит, то, что рынок труда сможет вытащить индекс потребительских цен, я думаю, то, что они еще скорректируются, вот эти позитивные и оптимистичные ожидания, потому что это нужно сделать. Рынок труда восстанавливается, я признаю, но восстанавливается уже 6-7 месяцев подряд, при этом мы видим то, что инфляция по-прежнему, можно сказать, находится под водой тех отливых ожиданий, которые все-таки еще присутствуют на поверхности. А значит, до достижения цели по инфляции пока что не стоит рассчитывать на то, что что-то произойдет в изменениях монетарной политики, не стоит рассчитывать на то, что Резервный банк Австралии позволит себе сделать заявление о том, что готовы справиться с более высоким курсом австралийца. Я считаю, что запредельный уровень для курса австралийц против доллара это 0,79-0,80, и мы несколько раз отталкивались от этого значения, подтверждается, собственно, реакция рынка на то, что этот уровень является плиткой, которую, ну, практически невозможно пройти, потому что возникают риски проведения валютных интервенций. Мы сейчас далеки по обстралийцу от и первого, и второго значения, котировки на текущий момент 0,77-35, друзья, но даже с текущих значений, ну, не то чтобы с текущих, я все-таки предложил пока что либо дождаться большего роста и уже потом продавать, либо дождаться уже коррекции этого инструмента и входить в короткие позиции с уровня 0,76-0,80. Здесь у кого сколько терпения и желания, скажем, наблюдать за развитием ситуации вне, опять же, этого актива. Лично я присматриваюсь к уровню 0,76-0,80 и думаю то, что в ближайшие торговые сессии мы коснемся этой планки. По Новозеландцу рост идет, я думаю, что в целом за ростом, который показывается австралийским долларом, это рост также еще и основан на восстановлении сырьевого рынка, где начальником и барометром настроения является нефть. Но тоже должны последовать сейчас коррекционные откаты, котировки на текущий момент 0,70-41. Я думаю, друзья, то, что если 0,70-50 все-таки мы с вами прокормим, можно будет открывать короткие позиции в расчете на повторное инвестирование поддержки 0,68. И еще пару слов про биткоин. Растет больше 25% мы за последние, скажем, торговые сессии прибавили. Уже никто не говорит о том, что коррекция может быть продолжена, хотя для рынка крипты это такой же насильный по возможности сценарий, как и рост. 15 275 сейчас долларов дают за один биткоин. Мы видим то, что все-таки еще хайпом тема является предстающей хардкорг, хотя уже на рынке появилось множество опровержений того, что это произойдет, ведь от него уже отказались, соответственно, это лишь какая-то рыночная утка. Но вот я слежу за календарем, друзья, до тех пор, пока это событие не будет убрано из повестки, и я думаю, что мы о нем можем говорить. Ну и здесь тоже нужно сделать ремарку, что нас, может быть, и не интересует, что происходит в системе блокчейн, что происходит с показателями емкости отдельных блоков, что происходит с протоколом. Ну, лично мне плевать на это, мне больше интересен, опять же, поведенческий фактор и то, что происходит с биткоином по факту ожидания каких-то событий. Владимир, вы сами видите, зашкаливает. Я думаю, то, что если есть еще все-таки некоторое представление отдельных трейдеров, что хардкорг может состояться, пусть даже если мы будем уверены, что это не так, можно поспекулировать на общем интересе к инструменту, пока что еще покупать до уровней 17, может быть, даже 18 тысяч. Но если доберемся до этих значений, я думаю, что шансы высоки, тогда уже снова оценим перспективы дальнейшей биткоином. Пока что вся крипта растет, нужно здесь отдать ей должное. И если, вот я привел параллель и пример с нефтью, то есть это как раз фундаментально. А ситуация, когда даже несмотря на рост, нужно все-таки искать точки для продажи, для крипторынка я такого не скажу. Пока крипта растет, нужно пользоваться возможностью ее покупать. Друзья, на этом, собственно, все. Сегодня по событиям день довольно-таки тоже простоват. Рынок недвижимости по штатам 18.00 у нас сегодня и в 0.30. Это уже переходит со среды на четверг. Статистика от Американского института нефти по запасам. Последним завтра уже проанализируем, как всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. Хорошего вам торговой сессии. Если есть вопросы, как и всегда, канал на YouTube к вашему распоряжению. Оставляйте их там. Я, как и всегда, ни один не упущу. На все отвечу, потому что взял еще одно безнадьце на себя и стараюсь быть ему верным. Поэтому, друзья, не забывайте, каким бы инструментом вы сейчас не торговали, мы работаем в условиях низкой ликвидности, небольших объемов, а значит, готовы, должны быть к любым серьезным движениям. А значит, читаем первый строк, это мой призыв вам контролировать риски. Ну, собственно, как и всегда. Вы уж тем более контролируйте, если вы торгуете перед инструментами. На этом все. Всего доброго. До свидания.